Роман Плигин Напомним, что по техрегламенту светопропускаемость передних, боковых и лобового стекол должна быть не ниже 70%. Однако допускается нанесение светополосы на верхнюю часть ветрового стекла шириной не более 14 см. Если водитель нарушил, то его привлекают к административной ответственности и выписывают штраф в 500 рублей. В случае повторного неисполнения требований сотрудника полиции об устранении пеленочного покрытия, влечет либо штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест срок до 15 суток, либо обязательная работа от 40 до 120 часов. Данная статья рассматривается непосредственно судом. В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, проводятся рейды по выявлению тонированных машин с детским удерживающим устройством, трезвым и вежливым водителем. С приходом весны количество тонированных машин значительно увеличивается. Около 60 нарушителей сотрудники госавтоинспекции ловят на дорогах Самары ежедневно. Многие из них традиционно тонируют окна с приходом солнечной погоды. Но ночью видимость через затемненное стекло падает в несколько раз. Водителю приходится вглядываться. Нередко это провоцирует аварийные ситуации на дорогах. Частые аварии, в том числе с участием молодежи Самарской области и жители региона, естественно, этим обеспокоены. И мы, соответственно, общественность, также участвуем в подобных мероприятиях для того, чтобы самостоятельно убедиться в том, насколько, как у нас складывается ситуация на дорогах. Также сотрудники госавтоинспекции проверили автомобили водителей на наличие детских удерживающих устройств. Усиленный график рейдов по автокреслам, профилактические беседы с родителями, уроки в школах с участием полицейских, мобильные выставки детских удерживающих устройств и раздача памяток дали свои плоды. Число нарушений уменьшилось. Сегодня родители, которые правильно перевозят детей, получили блокноты, линейки и раскраски. Хочется напомнить родителям, что перевозить ребенка нужно обязательно в детском удерживающем устройстве до 12 лет. Покупать детское удерживающее устройство нужно обязательно в специализированном магазине. Это может быть автомобильный или специализированный по детским удерживающим устройствам. С начала этого года в ДТП на дорогах Самары погибли 6 детей. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что по правилам дорожного движения перевозка ребенка до 7 лет возможна только в детском удерживающем устройстве. Пристегиваться ремнем безопасности на заднем пассажирском сидении можно только после 7 лет.